Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Спецоперация нашей армии по наведению порядка на Украине продолжается в рамках запланированного. Военные эксперты говорят, что сегодня важно не дать противнику перегруппироваться, укрепиться новым вооружением и силами наемников, не дать оттянуть время бесплодными переговорами с коварными оппонентами в лице киевского режима. Нужно решительными действиями довести начатое до конца, до достижения тех целей, которые четко и ясно сформулированы руководством нашей страны. Можно не сомневаться, что так и будет. Хочется поблагодарить всех, кто сегодня поддерживает наших воинов, помогает им и нашим братьям в Донецкой и Луганской республиках. И такая поддержка заметно нарастает, что отрадно. Но мне сегодня, как и, пожалуй, абсолютному большинству наших сограждан, хотелось бы поговорить про экономические последствия военной операции на Украине. Нынешнее давление Запада эксперты уже назвали беспрецедентным. Такого экономического прессинга наша история еще не знала. И это не говоря уже о социально-политическом и информационном давлении. Сам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на днях признал, что ЕС ввел все возможные экономические санкции против России. Хотя что-то мне подсказывает, что это еще не дно, и, как говорится, снизу еще постучат. Но, впрочем, уже можно говорить, что в целом масштаб санкций против России понятен. Сегодня многие из нас уже ощутили влияние этого давления, поползли вверх цены на различные группы товаров. Кое-что перешло в категорию дефицита, особенно в области электроники и высокотехнологичной продукции. Ну и люди, понятное дело, задаются вопросом о дальнейших последствиях санкционной войны. К чему это приведет? Уже ясно, что происходит снижение товара обророта, экспорта и импорта. Общущается нехватка некоторых видов товаров, например, средств по уходу за маленькими детьми, либо резкое удорожание этих товаров. Отдельная тема – это микроэлектроника. Трудно понять, почему за последние пару десятков лет в нашей стране не наладили собственное производство тех же, например, микроконтроллеров. Ведь разработки в этой сфере худо-бедно велись. Но факт есть факт. У нас пока нет собственных заводов, на которых их можно выпускать. Пока зарубежные российские процессоры выпускаются на одних и тех же фабриках. Ну и надо осознавать, что отечественные чипы, увы, уступают по своим характеристикам и разнообразию линеек топовым чипам от зарубежных вендоров. И подобная ситуация сейчас у нас во многих отраслях. Возникает логичный вопрос – что с этим делать? Ответ, как говорится, очевидный. Самое время налаживать производство в нашей стране. Хватит уже просто разговаривать про импортозамещение. Пора действовать. Надо отдавать себе отчет, что по-старому уже не будет. Запад нас не полюбит обратно. При этом условия для радикальной перенастройки нашей экономики и впрямь складываются уникальные. Дешевый рубль, дешевая рабочая сила и возможности налоговых послаблений для ряда сфер предпринимательской деятельности. Похоже, что бизнес-модель, по которой было принято просто перепродавать товар, сделанный в Китае, уже не работает в прежнем формате. Многие эксперты-экономисты сходятся во мнении, что этот кризис должен стать своеобразным моментом истины, катализатором роста экономики, производства в России. Давно пора. Ведь, как заявил недавно бизнес-адмутсмен Борис Титов, в нашей стране уже почти разучились делать даже гвозди и шурупы. Конечно, не все просто. Например, нынешняя почти неподъемная ставка по кредитам, по сути, закрывает двери перед многими субъектами предпринимательства. Но мы помним, что пару лет назад государство оперативно в связи с ковидными ограничениями разработало и приняло пакет мер для поддержки бизнеса. Поэтому есть надежда, что и на этот раз будет помощь, причем еще масштабнее. Надо сказать, что на коне окажутся те предприниматели, которые не впадут в уныние, а быстро и безошибочно сориентируются в разворачивающейся обстановке и уверенно займут те ниши, которые сейчас высвобождаются. Хочется надеяться, что наконец-то будет исправлен давний пробел, который тянется еще с советских времен. Это недостаточное производство товаров народного потребления. В самом деле, сейчас от авторучки до одежды, строительных материалов, продуктов питания, технологий везде у нас засилие импорта. Это нужно менять. Надо не только обеспечивать себя своей качественной продукцией, но и завоевывать зарубежные рынки, куда от нас пока в основном идут углеводороды. Еще один важный момент, которым, что называется, грех не воспользоваться, это то, что в результате ухода из России крупных производителей высвобождаются заводские мощности, площади, склады, технологические базы. Надо перехватывать инициативу, налаживать выпуск своей продукции под своими брендами, чтобы владелец франшизы уже не снимал себе все сливки. Вот, например, объясните мне, почему в Донецкой республике смогли переделать МакДон в Дон Мак? А у нас что, вместо всем известных западных стритфудных компаний нельзя организовать свои? Тем более, что это не какие-то высокие технологии. Да и сырье там на 90% отечественное используется. Еще одна новая проблема – расчеты с зарубежными поставщиками и потребителями. Курс доллара. Но, послушайте, король-то, как говорится, давно голый. Доллар уже полвека, по сути, ничем не обеспечен. Он отвязан от золота с начала 70-х. Его нынешняя стоимость в нашей стране выше реальной более чем в пять раз. Об этом говорит хотя бы, например, индекс Бикмака. И сейчас идет глобальная перенастройка отношений с иностранными контрагентами, что должно способствовать тоже ослаблению доллара. Вот если, скажем, говорить о нашем основном торговом партнере – Китае, то давно уже пора переводить расчеты по контрактам в юане или цифровую валюту. Разворот на восток уже пошел. Сейчас огромная масса предпринимателей рассматривает возможности организации своей деятельности на этом направлении. Но еще раз повторю, что бизнесу нужны так называемые дешевые деньги. На расширение производств, на лизинг, на закупку сырья и оборудования. А также меры административной поддержки и создания благоприятных условий для деятельности со стороны государства. Ну и так далее. Время пространных разговоров прошло. Мы больше не можем себе позволить имитировать реальную деятельность по развитию отечественных производств. Не можем пытаться, так сказать, получать молоко без коров. Конечно, возрождение производственной базы страны займет годы. Пока она у нас, давайте честно признаемся, очень слабая и зачастую не позволяющая производить конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. Нужна ее основательная переналадка, переобустройство с прицелом на производство востребованных экспортных товаров. И все это нужно начинать делать именно сегодня, именно сейчас. Ведь, как гласит русская поговорка, что посеешь, то и пожнешь. Пришло время собирать камни. Другого шанса, скорее всего, просто не будет. Мы продолжим разговор на эту тему в наших программах. Следите за эфиром. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok